Согласно прогнозу эпидемиологов, уровень заболеваемости гриппом, ОРВИ, агрессивными вирусными инфекциями и другими модификациями простуд не превысит среднестатистических норм. Однако это не означает, что можно расслабиться и полностью забыть об осторожности. Скорее наоборот, и взрослым, и детям необходимо заняться активной профилактикой гриппа и укреплением иммунитета. К самым простым, но при этом очень эффективным профилактическим мероприятиям против гриппа относится вакцинация. Проводить ее нужно хотя бы за месяц до начала предполагаемой эпидемии гриппа. Тогда иммунная система успеет подготовиться к вирусной атаке и не позволит паразитам проникнуть в организм. У нас сформированы достаточно высокие проценты иммунной прослойки населения. Мы привили в этом году 40% населения. Из-за этого количества привитых около 60% привитых – это дети. Вот эта иммунная прослойка населения нам уже который год позволяет избежать эпидемии гриппа и высокого пика подъема заболеваемости респираторными вирусными инфекциями. Подъем заболеваемости с сезонным гриппом и другими вирусными инфекциями прогнозируется на конец января – начало февраля. Но вероятнее всего критического подъема заболеваемости удастся избежать. На данном этапе все относительно спокойно. Вирусные заболевания присутствуют, но без резких каких-то вспышек и скачков. Так что сейчас самое время заняться профилактикой довольно грозного недуга и повышением защитных функций организма. Это закаливание, это ведение здорового образа жизни, высыпаться, достаточно отдыхать, бывать на свежем воздухе, потому что на свежем воздухе вирус гриппа очень неустойчив и заболеть на улице гриппом в принципе нереально. Избегать большого скопления количества людей, избегать контакта с больными пациентами. И помните, особенно строго надо соблюдать правила личной гигиены и защиты, если в семье кто-то заболел. Одевать маску, но необходимо учитывать то, что маску нужно менять каждые три часа. Если осуществляется уход за больным пациентом, тоже тщательно гигиена рук, полости рта, носа. Больному необходимо выделять индивидуальную посуду, делая на постельную принадлежность и как можно чаще проветривать помещение. И, конечно, на помощь организму должны прийти витамины. Употреблять в пищу достаточное количество витаминов, особенно витамины группы С. И необходимо витамины группы С употреблять именно не в виде поливитаминов, а в достаточном количестве овощами и фруктами. На данном этапе зимой это цитрусовое. Также клюква, облепиха, калина, морсы из этих ягод. Также всем известны фитонциды – это лук, чеснок. Люди, у которых есть заболевания желудка и которые не могут употреблять эти продукты, можно просто в течение нескольких минут их пожевать. Если кого-то смущает потом резкий запах, вполне себе можно пожевать петрушку, запах будет не такой выраженный. Для профилактики гриппа и сезонных инфекций медики рекомендуют принимать современные лекарства и таблетки, направленные на эффективную борьбу с вирусами и укрепление иммунной системы человека. В настоящее время существует еще так называемая химиопрофилактика гриппа – это противовирусные препараты. В принципе, они в аптеке продаются без рецепта, но самостоятельно их покупать и употреблять не стоит, потому что у каждого препарата свои показания и противопоказания. И если есть такая необходимость, можно обратиться к участковому терапевту, и он посоветует с учетом индивидуальных особенностей организма, с учетом сопутствующей патологии, какой препарат подходит конкретно данному пациенту и назначит его режим дозирования и схему приема. Консультация терапевта понадобится и в случае приема новомодных препаратов, так называемых иммуномодуляторов, которые широко рекламируются. Вовлекаться самостоятельно противовирусными препаратами, иммуномодулирующими препаратами не стоит, потому что если вы все-таки заболеете, вылечить вас будет гораздо сложнее. При проявлении первых признаков вирусной инфекции, таких как повышение температуры, ломота в теле, першение в горле, кашель, насморк, необходимо оставаться дома, незамедлительно вызывать участкового доктора либо медработника для того, чтобы вам назначили адекватное лечение, поскольку сам грипп не столько опасен сам, сколько теми осложнениями, которые он вызывает. Как видите, каждому вполне по силам встретить сезонные простудные заболевания, в том числе грипп, во всеоружии. Закаливайтесь, соблюдайте здоровый образ жизни, рационально питайте, отдыхайте, берегите себя и будьте здоровы. Без лекарств человеку жить невозможно. Люди болеют хроническими заболеваниями, краткосрочными простудными и так далее. И в каждом случае врач назначает соответствующие лекарственные препараты. Некоторые из них можно приобрести в аптеке без рецепта, но список тех, которые в нем нуждаются, существенно расширился в последнее время. И это не последняя реформа в этой сфере. Еще одна идет уже в этом году. Аптеки смогут отпускать лекарства на основе электронных рецептов. Старт к процессу внедрения электронных рецептов дан. В числе тех, кто вплотную приступил к работе в этом направлении, и Центральная поликлиника города Пинска. Электронный рецепт, составляющий компонент электронного здравоохранения, и прежде всего региональной информационной медицинской системы, и четко вписывается в ее концепцию. На специально выдаваемые электронные карточки будут заноситься данные о лекарственных препаратах, которые выписываются пациентам. Как это будет работать? Пациент приходит в одну из четырех наших поликлиник. Я имею в виду две взрослые поликлиники. Это Пинская центральная поликлиника, городская поликлиника номер один, и детская поликлиника, ну в двух, так скажем, ее филиалах, это по улице Лена-6 и по улице Завальной-18. Приходит с паспортом в регистратуру. Если в случае детской поликлиники, это с паспортом одного из родителей и со свидетельством о рождении ребенка. Ему бесплатно, на безвозмездной основе выдается, после того, как сверяются данные паспорта, заносятся в базу, если они не занесены, номер, значит, индивидуально вносится, и выдается, активируется, выдается пластиковая карточка, в которой будут заноситься все данные о препаратах, как я уже сказал, выписываемым пациентам. Обладателем такой карточки по этой схеме стала и я. Пластиковая карточка имеет уникальный штрих-код, по которому в аптеках провизоры могут идентифицировать клиента, а значит, и выдавать ему необходимое лекарство. Кстати, в отличие от реального рецепта, виртуальный потерять невозможно. В эту карточку вносится электродным образом через программу, вносится препарат, который при дальнейшем, значит, при посещении аптеки, пока это объединение фармации, там будет считываться через сканер данные о препарате, выдаваться пациенту. Первое время будет параллельно выписываться и бумажный рецепт, так как пока в проекте участвуют только аптеки фармации, и для того, чтобы у пациента, учитывая ценовую составляющую, был выбор. Благодаря переходу на электронные рецепты, у участковых врачей и узких специалистов значительно снизится нагрузка. Вместо того, чтобы вручную выписывать каждый листок, будет достаточно просто ввести название препарата и дозировку, с остальным машина справится самостоятельно. Во-первых, это контроль со стороны доктора за лечением пациентов. То есть доктор видит, получил пациента лекарство или нет. В аптеке достаточно лишь предъявить пластиковую карту. Новшество позволит сэкономить время и медикам, и пациентам. А те, кто страдает хроническими заболеваниями, смогут продлить рецепт дистанционно. Пациенту не придется постоянно бегать по поликлинике, чтобы выписать лекарственные препараты, в которых он нуждается постоянно. Для этого можно будет лишь позвонить врачу. Еще раз подчеркну, новая электронная версия рецепта еще только внедряется. Мы получили порядка 25 тысяч электронных пластиковых карт, которые мы будем раздавать нашим пациентам. Понятно, что те, кто не желают получать пластиковые карточки, они получать не будут, будут работать по старинке. Но, в принципе, у нас есть возможность всех обеспечить этим современным продуктом. Переход на виртуальные рецепты – первый этап создания системы электронного здравоохранения. Как видно, новинки в сфере медицины, направленные на удобство пациентов и врачей. Полностью перейти на электронные рецепты планируется к 2020 году. В последние годы, в зимний период, мы чаще говорили о гололедных травмах, немного позабыв о том, насколько опасны для организма человека низкие температуры. А ведь мороз может стать опасным и коварным врагом и нанести здоровью непоправимый вред. В рождественские холода только в отделении гнойной хирургии центральной больницы госпитализирован десяток пациентов с обморожениями и холодовыми травмами. Как уберечь себя от переохлаждения и не получить болезненных травм, узнаем у специалистов и пациентов. Этой зимой синоптики все чаще объявляют оранжевый уровень опасности в связи с небывалыми морозами. Теперь вместе с гололедными, характерными для этого времени года травмами, в статистике появились и холодовые травмы, обморожения. Только в дни рождественских праздников в отделении гнойной хирургии центральной больницы госпитализировано семеро пострадавших. Как только возникает мороз на улице, у нас появляются больные с отморожениями. В прошлом году их было всего лишь три человека, учитывая, что была хорошая теплая зима. В этом году мы уже имеем их 13. Буквально за эти праздники поступило к нам 11 человек с отморожением различной степени тяжести, второй до четвертой. Чаще всего первая, вторая, третья степень отморожения связана с пребыванием длительным на холоде, без соответствующей, скажем так, одежды, без перчаток, плохая обувь, тесная или не по сезону, скажем так, одетая. К сожалению, подавляющее большинство пациентов отделение с обморожениями – мужчина трудоспособного возраста. И в этом случае свою злую роль сыграл алкоголь. Алкоголь приводит к тому, что теряется бдительность, теряется контроль над собой, над временем нахождения на холоде. Во время приема алкоголя кажется, что все тепло, все здорово, все хорошо, но когда действие алкоголя заканчивается, и человек начинает осматривать себя, замечает, что он все-таки получил отморожение. Совсем не праздничным было настроение и хорошо отметившего Рождество жителя деревни Плоскинь, который, по сути, опомнился и протрезвел окончательно только на больничной койке. Как случилось, что вот обморозили? Не знаю я. Не помните? Нет. Вы пивали накануне? Да. Примерно так же отвечают те, кто сегодня находится на лечении в отделении гнойной хирургии центральной больницы. Мороз – враг злой и коварный. Он не прощает такого бездумного и безответственного поведения. Теперь этому пациенту предстоит длительное и болезненное лечение. Не отделается несколькими неделями лечения и еще один пациент, который практически босым добирался домой в праздничный день. После гостей задержались в гостях на Рождество. Думал, башину по дороге поймаю. Нет, а нет. Но я пешочком, считайте, с радужно до Верасов пешком прогулялся. Результат на ногах, вернее, не на лице. Вот и все. А обувь обычная зимой? В туфлях был. Для тех, кто до сих пор не в курсе, под холодовыми травмами понимают как общее охлаждение, так и замерзание, а также отморожение. А длительное действие низких температур приводит к замерзанию. Что же должно насторожить человека и каковы должны быть его действия при первых признаках отморожения? Теряется чувствительность. Чувствительность конечностей пальцев, стоп, кистей, кончиков носа, ушей. И они становятся бледными. Это говорит о том, что холодовая травма уже воздействовала на данные участки тела. Соответственно, когда такие симптомы возникают, обязательно человек должен идти в теплое помещение для того, чтобы согреться. Очень важно в первые минуты обнаружить травму и правильно действовать. К сожалению, у этого пациента все получилось как раз наоборот. Пришел домой, смотрю, что-то больно. Давай потерел, потер, потом думаю, в воду засуну, в горячую, в сдуру. Так как же все-таки минимизировать последствия воздействия холода на участки тела? Рекомендуется не растирать ни спиртом, ни тем более снегом, льдом поврежденные ткани. Самое главное – это согревание. Но, к сожалению, бывает и иначе. И вот тогда помощь должен оказать в незамедлительном порядке специалист. Ближайшие 24-48 часов – это такой срок, когда она должна быть оказана. Если позже этого срока, соответственно, результат совсем другой. Лечение обморожений – процесс длительный и болезненный. Причем стопроцентное выздоровление наступает не всегда. Мы можем и сами должны уберечь себя от беды, которая может оставить след на всю жизнь. И сделать это довольно просто. Если возникают холода, желательно пересидеть их дома. И тогда ничего не будет возникать. И слушать прогнозы погоды. Когда объявляют оранжевый уровень опасности, это говорит о том, что надо себя поберечь. Причем стопроцентное выздоровление наступает не всегда.